Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и, конечно же, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, вместе с нами сегодня торолог Людмила Хомутовская. Людмила Степановна, здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Степановна, начнем, пожалуй, с самого главного вопроса, который волнует миллионы людей. Закончится ли война в новом 2024 году? Я сделала годовой расклад, и поэтому я не вижу, заканчивая конец войны именно в 2024 году, вижу в октябре что-то похожее на переговоры или что-то, вот именно сотворение каких-то союзов и движение к миру, но это не конец войны. То есть, начиная с осени 2024 года, возможно, переговоры, прекращение, временное прекращение боевых действий, то есть какие-то процессы по поводу урегулирования сложившейся ситуации? Я бы здесь не называла это прекращением, потому что в декабрь мы опять входим через военные действия, через напряжение, поэтому я бы не называла это прекращением, но в любом случае октябрь и ноябрь у нас будут идти вот под каким-то символом возможного мира. Вот то событие, которое, возможно, произойдет как раз вот в октябре месяце, скажите, пожалуйста, то есть этому будет предшествовать целая цепочка каких-то важных событий или вот что-то может произойти внезапно, неожиданно? Нет, ну как всегда, да, год будет впереди и у нас там будет цепочка и если двигаться, потому что видела, то мы примерно в таком положении, как сейчас, мы двигаемся где-то к апрелю месяце. В апреле месяце у нас начинается движение, вот прямо очень все активно там разворачивается и лето, я бы сказала такое, знаете, на подъеме, на каких-то хороших новостях и так далее, а вот сентябрь идет через огромные, огромные какие-то потери человеческих жизней, то есть через какую-то трагедию и далее у нас вот приходят вот эти переговоры. Так что год у нас тяжелый. Давайте начнем с зимы 24-го года. Вы говорили, что она будет максимально напряженной. Правильно ли я понимаю, что Путин попробует захватить еще больше территории накануне своих выборов, которые состоятся как раз вот в середине марта 24-го? Да, у нас что январь, что февраль идет довольно сложно и здесь вот этот тяжелейший сценарий, который я все-таки думала, он как-то рассосется, но всем нам хочется быть полегче и попроще. И это и потеря территории нам показывают. Это не глобальные потери территории, сразу же опираясь. Здесь будет какое-то движение, но это ничего такого супер глобального вот не будет. Большие потери, большое вот это напряжение, куча негативной информации, но глобальных вот таких, что там областями будет сдавать, нет, это неправда. То есть Россия будет продолжать свое наступление и какие-то, ну скажем, локальные успехи у путинской армии будут? Да, локальные, вот это правильное слово. В начале 2024 года будет решаться вопрос в Соединенных Штатах Америки о выделении средств, помощи, и речь идет не о единоразовом пакете военной помощи, а о системном, скажем так, подходе. Будет ли принято вот это решение о выделении 60 миллиардов долларов на весь 2024 год для Украины, для вооруженных сил Украины? Я думаю, что деньги будут, здесь однозначно показывают, что деньги будут, и я не удивлюсь, что даже если это не последняя сумма, которую выделяют, потому что если двигаться опять же по деньгам, то этот год о получении какой-то огромной помощи Украине, я даже смею заверять, что подобной помощи не было. То есть это будет какая-то беспрецедентная помощь со стороны Соединенных Штатов Америки и со стороны Европейского Союза? Да, это показывали все время, она какой-то месяц больше, какой-то меньше, но в любом случае это огромные деньги, вот прям показывали все время арканами, которые показывают просто базнословные деньги, и вот с деньгами там я бы не сказала, что там будут какие-то проблемы, вот именно имею в виду, как помощь, да, как помощь, которая приходит с внешних источников. Ну, а можно говорить о том, что как раз вот в январе месяце вот окончательно и бесповоротно будет принято вот это решение выделения беспрецедентной помощи? В январе мы получим вот это, но еще там будет у нас под помощью идти март месяц, вот когда опять у нас какое-то вау по деньгам у нас идет, потом у нас именно июль, июнь месяц, июнь опять же мы получаем какие-то деньги огромные. Поэтому я и говорю, это не одноразовая какая-то помощь, которая будет разделена. Если говорить в целом про 24-й год, вот самый сложный месяц или самый сложный период для Украины, это какой будет период? До марта месяца вот самый-самый, потом у нас идет то, что я сказала, сентябрь, я его не могу не выделить, потому что что-то там такое произойдет тяжелое в сентябре, и, к сожалению, мы опять заканчиваем год на таких тяжелых энергиях, опять там куча расчарований, куча каких-то потрясений, поэтому у нас выделяется весна, сентябрь и декабрь. Людмила Степановна, скажите, пожалуйста, вооруженные силы Украины в 24-м году пойдут в наступление, будут ли освобождены временно оккупированные территории? Все нет, но мы именно в августе месяце, я так понимаю, что там у нас будут какие-то хорошие новости, и я думаю, что даже куда-то зайдут, куда раньше не заходили конкретно подобным образом. У нас где-то там начинается вот подобный разворот. Ну, это вообще у нас лето, понимаете, оно на движении, на каких-то таких все время хороших новостях. Но вот этот вау у нас все-таки идет как август. Наша разведка в конце 23-го года сообщила о том, что вот удалось проникнуть на территорию Крыма, вот перспективы Крыма в разрезе 24-го года, деоккупация, освобождение. Я его не вижу как полная деоккупация, но то, что туда зайдут, это точно. Но рано и преждевременно говорить о том, что в следующем году Россия потеряет контроль над Крымским полуостровом. Все равно там у нас показывают как борьба, да, как борьба за Крым. Есть вот какие-то седения. Хочется здесь ошибаться, так как все и Украине, да, потому что нам хочется, чтобы это все закончилось. Но 24-й идет как борьба за Крым. То есть я не вижу здесь полного освобождения. В свете последних геополитических слухов, можно ли говорить о том, что Турция в лице Эрдогана сейчас ведет активную борьбу за Крым? Она и ведет, об этом тоже я не раз говорила. Турция в любом случае будет воевать за Крым и как-то очень сильно будет хотеть политически покрыть Крым, чтобы влияние Турции там будет огромное. При любом исходе Турция будет претендовать как-то на влияние в Крыму. Ну а каким, возможно, будет статус Крыма не в 24-м году, а в ближайшие годы? То есть это будет тот статус, который был у Крыма в составе Украины, как автономная республика Крым? Или все же будет какой-то другой международный статус, там под эгидой ООН? Нет, я насколько понимаю, они будут все-таки как те, кто принадлежат Украине. Я не знаю, как он будет правильно звучать, в Торона нет вот таких инструментов, но это в любом случае как отдельное что-то государство. Почему? Потому что по документам он украинский, но Украина какого-то особого влияния на него не имеет. Вот такое мне дают ответ. В конце 23-го года Путин на пресс-конференции сказал, что мир наступит тогда, когда Россия достигнет своих целей. Ну эти цели известны, это донансификация, демилитаризация. Украина, скажите пожалуйста, вот что Путину важнее в этой войне, захватить еще больше территории или убить еще больше людей? От того, чтобы захватить территорию, Путин никогда не откажется. Условный Путин, Россия, не знаю как хотите, так и называйте здесь. Но и оставлять украинцев после вот подобного сопротивления у него тоже нет никакого желания. Поэтому при любом исходе мы будем видеть то, что мы видели в Бучуке, к сожалению, то, что мы видим там, где они оккупировали. Но украинцы им не нужны. И это не потому, что я как-то стращаю, а это нам показывает, что он очень обозелен на нас. То есть не нужны ему вот люди, которые все время там протестуют, все время свои права отстаивают и воюют против такого великого Путина, как вы понимаете. Скажите, пожалуйста, объектом агрессии со стороны России в 2024 году будет оставаться только Украина или Путин устроит неприятности другой стране или другим государствам? Я, насколько понимаю, что-то на уровне начать войну обязательно будет. По моим ощущениям здесь должны как-то быть Молдова, это само собой, но мне вот по моим, да, вот я не могу никаким образом это объяснить, но оно подзацепит Литву, Латвию, Эстонию. Вот все-таки в ту сторону. Страны Балтии. Людмила Степановна, в конце октября прошлого 2023 года Валерий Соловей и телеграм-канал «Генерал СВР» написали о том, что 26 октября Путин скончался в своей резиденции на Валдае. На протяжении многих лет ходят слухи о том, что Путин использует двойников. Настоящий Путин жив? Кто сейчас правит Россией? Нет, настоящего, поэтому я все время не говорю Путин, а говорю коллективный Путин или как там хотите. То есть вот того человека, который принял пост президента и пришел, его точно нет. Сейчас есть совершенно другой человек и мы его называем Путин. А вот это другой человек, когда вот он пришел, стал Путиным, но другим? Ну это было еще до войны. Я так не могу сказать вам точно дату, я его так не исследовала когда, но это было еще до войны. Путина на выборах ожидают трудности или он легко победит в марте 2024 года? Нет, он легко победит. Если мы берем как Россию, там будут какие-то свои состояния на уровне того, что они постараются сделать опять какие-то бунты, будут собираться. Очень сложный для России следующий год, как для страны, оно что-то будет одно начинаться, другое заканчивается. И там вот это революционное настроение, оно будет очень сильно видно, особенно к концу года. Особенно к концу года. Вот в конце года там, я думаю, что то, что мы видели с Пригожиным, но оно будет как-то поярче. Вот хотелось бы конкретизировать, что именно ожидает Россию в 2024 году. То есть этот год, 2024, он будет намного более сложным, он скорее всего будет для самой России, нежели там 2023. Я правильно понимаю вас? Он вообще для мира сложен. У нас надо понимать, что здесь идёт теневая восьмёрка, ну если вы дадите, когда мы складываем все цифры. Теневая восьмёрка у нас идёт под символом силы и 8. Это мы всё время будем переживать одни и те же события, но с какой-то большей силой, с каким-то большим напряжением. То есть мы как-то всё время возвращаемся к началу и опять пошли по кругу. Поэтому это крайняя запутанность, непонятность вообще в мире, что будет происходить, куда мы будем двигаться. То есть здесь вот это напряжение, оно в принципе будет. Если мы берём Россию, то в России борьба за власть будет максимально напряжённая. И там должен появиться какой-то вообще новый лидер, вообще новый. Человек, которого, потому что до этого года всё время показывали, что это будет как-то человек бизнеса и так далее и тому подобное. А сейчас показывают молодого человека. Не удивлюсь, если он как-то имеет отношение к журналистике. Потому что всё время показывают, что он как-то говорит. Человек, который много говорит. Вот там должен появиться этот лидер. И он поведёт, поднимет вот эту молодёжь, которая понимает, что завтра, послезавтра они все будут на войне. Скажите, а смерти какие-то тяжёлые болезни ожидают политических лидеров России в следующем году? Там поменяется несколько человек, и уйдут два человека, по-моему, таких одиозных, кто, закрывая эпоху, у нас же вообще, в принципе, закрывается эпоха сейчас, вот этих старых лидеров. Так что они будут, но они глобально не повлияют на ход событий. Россия в любом случае катится к революции, к смене власти, но нужно подождать. А сколько нужно подождать? Я понимаю, что всё это произойдёт уже в 25-м году, в 24-м это такой условный год революции, передреволюционные вот такие состояния, они будут где-то вспыхивать, где-то и будут останавливать, но вот окончательно это начнётся в 25-м году. То есть 24-й год мы можем назвать таким предреволюционным годом смуты? Да. Меня Людмила Степановна интересует конкретная дата, 7 мая 24-го года. Вот каким этот день будет для мира, для России? Почему эта дата? В этот день должна состояться инаугурация российского президента. Будет ли инаугурация? Сто процентов будет. То есть там всё произойдёт. На этом фоне будет что-то на уровне того, что неправильно кого-то выбрали, но это всё придушится. Но будет ли эта дата и произойдёт ли так, как планируется? Да, здесь сто процентов. Ну и вы сказали выше о том, что Путин легко победит на президентских выборах. А скажите, а ожидают ли Украину выборы президента, выборы Верховную Раду в 24-м? Я, насколько понимаю, у нас тоже здесь две развилки. Первая развилка опять же апрель месяц, там идёт напряжение колесо фортуны, там у нас может произойти подобная история. И следующая точно так же, как и в России, это ноябрь месяц следующего года, когда опять вот идёт напряжение, опять у нас идёт, возможно, смена власти. Поэтому большая вероятность, что всё-таки у нас смена будет. Но я не думаю, что это будет Верховная Рада, всё-таки, как по мне, это будет что-то выше, а Верховная Рада после того, как, да? Здесь как следствие того, что поменяется выше, то поменяется Верховная Рада. Ну, когда вы говорите о том, что произойдёт смена власти, речь идёт также о том, что в Украине появится новый президент? Ну, такая вероятность есть. А в целом, 24-й год для Зеленского, каким он будет? Ну, наверное, это самый сложный год вообще для Зеленского, потому что это год, когда он вообще у нас пришёл по справедливости на секунду, шут по справедливости. Не надо здесь говорить, что он Коун и тому подобное, это не об этом. Здесь человек-новатор, который хотел всё по-новому, он не имел никакого отношения к власти и по справедливости, но он делал огромное количество ошибок, и сейчас вот эти ошибки возвращаются ему. Ну, по справедливости, да, как ты, так и тебе. И вот этот по справедливости часто не досиживают до конца. А какой характер этих ошибок? Это какие-то просчёты в кадровой политике или это вот целый комплекс ошибок, которые связаны в принятии решений по многим направлениям? Здесь целый комплекс. Если перефразировать и вернуть вам, я думаю, вы ведёте политическую программу, и вам лучше знать весь комплекс, потому что всё-таки я могу говорить большими мазками, как вы понимаете, не всё нам показывают. А с другой стороны, я всё-таки не политический обозреватель, и давайте мы эту тему всё-таки опустим. Хорошо. В начале года Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации, будет ли он проголосован и призовут ли полмиллиона человек? Я так понимаю, что да. Здесь будет какая-то там корректировка, не сразу его примут, но его обязательно примут, и если взять в каком-то условно-процентном соотношении, то то, что мы сейчас читаем, это условно на 80% то, что примут. А как общество, украинцы будут реагировать на уже принятие этого законопроекта, потому что, скажем так, реакция, восприятие, вот это всё можно описать следующими словами, не всё так однозначно? Ну, не всё так однозначно, и поэтому у нас апрель месяц бушующий, как вы поняли, и я говорила, что это месяц, когда у нас возможна вот именно смена власти и, возможно, вот эти всевозможные бунты. И опять же, опираясь на то, когда пришли вот эта новая верховная власть, нам была верховная рада наша. И тогда была такая информация, что если они пойдут по тёмному пути, то многие не доживут до конца. Я вот просто это вытаскиваю, ту информацию сейчас и её озвучиваю. Так что я так думаю, что здесь всё накладывается друг на друга, и мы будем видеть протесты. Опять же, Украина всегда по своей структуре говорит, не трогайте нас, потому что потом будет хуже вам. Не зря нас ассоциируют с пчёлами, которые очень много работают, но потом очень хорошо кусаются. Так что вот как-то так. То есть будут митинги, акции протеста, демонстрации, но в Майдан это не перерастёт? Я не думаю, что это будет Майдан. Всё-таки оно будет на каком-то таком уровне, когда не выдержат куча структур, и там пойдёт объединение. То есть, чтобы условно-добровольно кто-то там закончил, условно-добровольно кто-то взял. Да, вот может даже быть какое-то а-ля временное правительство. Скажите, а вот за что люди будут выступать, которые выйдут на акции протеста? То есть, основная идея, мы вышли за то, чтобы что? Ну, здесь и коррупция, да, и депутаты в Айоте, и почему обязательно всё за счёт обычных людей. И опять же, несправедливость, опять вспоминаем восьмёрку, да, по силе. Несправедливость, которая перемысила какую-то допустимую часть в обществе. То есть, прошения о переговорах не будет, то есть, люди не будут говорить, мол, давайте, заканчивайте, сколько можно воевать, будем договариваться. Такого не будет. Нет, там больше у нас претензий вообще к власти, в принципе, о том, что сейчас происходит. Потому что идёт обнищение в людей, в принципе, да, мы одеваем своих воинов на войну, мы их туда отправляем. Далее, когда нам привозят в лучшем случае трупы, люди не могут получить деньги. И вот куча всего вот этого такого, оно накладывается до какой-то определённого времени. А каким этот год будет для экономики? Что будет с гривной, с долларом, с евро? Если мы берём как экономику по Украине, я по миру не смотрела, сразу скажу, ещё не смотрела. Но если мы берём как по Украине, то Украина за счёт вот этих влияний, мы, что называется, перепетляем. Будет ли у нас подорожание доллара? Да, будет, но оно не будет какой-то там супер, что оно там до 100 взлетит или что-то. Нет, этого не будет. Это постепенное какое-то удорожание, оно будет идти. Можно даже сказать, условно-лайтовое, да, с накопительным эффектом. И гривна у нас в условиях войны всё-таки продержится. Я, насколько понимаю, там будут какие-то новые начинания, которые связаны с каким-то финансированием. Я жду каких-то дешёвых кредитов, чтобы всё-таки запустить внутренние процессы. Вот это точно будет. Не обвалится экономика, но не могу сказать, что мы будем петь этому дифферант. Нет. Уже положительно, потрясений экономических не будет. Ну, как-то так. Людмила Степановна, для Валерия Залужного, для главкома украинской армии, 24-й год, каким он будет? Там, отставка ему не угрожает, как со здоровьем. Если мы берём Залужного, да, то вот история с условными отставками, она будет периодически возвращаться как-то в эфир. Но при этом даже где-то, когда-то он не будет выдерживать, и мы можем, будем услышать какое-то заявление, что я хочу уйти, он не уйдёт. В последний момент, то есть, будет передумано, перефразировано. Вообще, я бы сказала, что год для него хороший, как для человека, как для командующего. Но если мы берём как войну, то, что происходит внешне, то я думаю, что этот год более напряжённый, чем то, что был, потому что показывает, что очень усиливаются враги. Враги, противостояние именно с Россией, да ещё внутренние враги, которые тоже не спят. Но вообще, для него год хороший. Я всё-таки ожидаю, что он удержится, и он будет на своём месте. Хотя, менять как-то свой кабинет, если правильно так сказать, я просто не знаю, я так подозреваю, сколько там человек, там будет людей, которых рядом. А что говорят карты по поводу возможных разногласий и конфликтов между Зеленским и Залужинным? Так, не смотрела. Я не могу сказать, что там будет... Они в любом случае, такая вражда здесь есть. Вражда за власть, вражда за то, кто лидер. И будет ли оно... Дальше да, будет. Да, будет оно в таком напряжённом... Так и останется вот это максимальное напряжение между ними. Я бы не сказала, что что-то там поменяется. То есть, вот то, что мы сейчас видим, так и будет. В ноябре 2024 года состоятся президентские выборы в Соединённых Штатах Америки. Байден будет переизбран? Трамп вернётся в Белый дом? Или нас всех ожидает какой-то сюрприз в виде победы, ну, совершенно пока неизвестного для широкой публики кандидата? Я, насколько понимаю, там должен был прийти Трамп. Но в связи с тем, что сейчас происходит, это не будет Байден. Я бы не ставила на Байдена. Я, насколько понимаю, есть там какой-то ещё третий кандидат. Я всё время думаю, я посмотрю, кто там есть третий. Вот это третий кандидат и зайдёт. То есть, президентом Америки станет человек с фамилией ни Трамп и ни Байден? Я просто не знаю вот тех кандидатов, кто там. Я вообще туда не смотрю, в ту сторону. Тут и свои новости не успеваешь. Они пока не на слуху. Я думаю, что даже американские граждане, вот там кроме Байдена, Трампа, есть там ещё Десантис. Что крутится вокруг вот этих двух политиков? Я понимаю, что крутится, но я, насколько понимаю, это зайдёт кто-то новый. Вот вообще новый. Человек, который, я даже могу сказать, вот по ощущениям вот сейчас, это молодой человек. Мужчина или женщина? Вот как по мне может даже быть женщина. Павел, какая-то энергетика такая идёт, как более мягкая, но это на вид мягкой энергетики. Я думаю, что как правитель, это будет довольно жёсткий правитель. В последние месяцы 23-го года американская пресса писала о том, что есть кандидат, женщина, сейчас не скажу её имя и фамилия, которая достаточно лояльна к Украине, и вот она набирает обороты, её рейтинг растёт и растёт. И она может быть номинирована от республиканской партии, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, я бы вот, если там есть женщина, я больше бы отдала всё-таки женщине, потому что всё-таки там энергетика не мужская, а идёт женская. А если это будет мужчина, то это будет мягкий мужчина, как вы поняли, да? Вот именно вот какой-то такой душевный. Но это новый, вообще новый человек. Политики, я, насколько понимаю, президентом он точно не был. В 2024 году, Людмила Степановна, продолжится ли война на Ближнем Востоке? Можно говорить о том, что военных конфликтов на планете Земля будет становиться всё больше и больше? По моим ощущениям, у нас ещё должно быть на планете Земля за следующий год как минимум ещё две войны. Одна война, которая была, и она притухла, и как-то она вот начнёт новый оборот, и совершенно новый конфликт, который будет разворачиваться, он где-то там на востоке. Если мы берём израильскую, израильская должна заканчиваться, условно заканчиваться. Они пойдут на мирные соглашения вот на уровне того, что так надо сделать. Хотя Израиль свою линию дотянет. Вот то, что они запланировали, они сделают. Вернёмся к вопросу выборов в Соединённых Штатах Америки и кандидатов. Ники Хейли зовут политика. Вот женщина, 72-го года рождения, родилась 20 января. И что самое интересное, вот традиционно инаугурации президента в Соединённых Штатах Америки проходят 20-21 января. Ну, в большинстве своём как раз вот 20 января. Вот человек, который родился вот в этот день, 20 января, вот может принести присягу 20 января 25-го года. А какого года она родилась? Она родилась в 72-м. Я думаю, что она и будет по дате. У неё дата ведущая, её 19-е, то есть Солнце. Это перед нами лидер, который осветит Землю. Перед нами вот прям очень яркий лидер. И если мы идём по 20-ке, она приходит для реформирования старой системы, для того, чтобы принести что-то новое, притом глобально, не разрушая старое, опять же, в январе люди, которые заходят, мы их называем условно козероги, а если мы туда копнём, то здесь энергия огня, энергия реформатора, энергия ужасно упёртого человека, который делает своё, несмотря на противостояние. И вот эта теневая часть, которая у нас идёт... Так, здесь не 10, плюс 9, и опять 19. Опять Солнце, да? Я пришла, чтобы светить. Я бы её даже, если бы было больше времени, и Вадим не написал, я бы её даже прогнала бы на кастовость, потому что здесь очень много о кастовости. Ну, кто знает вегизм? Если... Потому что, как передо мной, здесь человек Брахман, человек с древними учениями. А у нас вообще время, когда приходят старые души, которые воплощаются для того, чтобы принести в этот мир то, кем должен стать этот мир, чтобы мы не летели в войны, в то, что сейчас происходит, а всё-таки мы шли к человеческому образом. Поэтому мой ответ – да. То есть, высока вероятность того, что впервые в истории Соединённых Штатов Америки на президентских выборах победит женщина, и Ники Кейли может стать следующим лидером Соединённых Штатов Америки. Ну, перед нами в любом случае, лидер, я извиняюсь, что я перебиваю. И... Давайте ещё так посмотрю. И опять она приходит по страшному следу, чтобы поменять. Я всё-таки скажу – да. Интересно. В ноябре месяце уже окончательно узнаем, кто станет американским президентом. Но большая вероятность. Если она даже не придёт в этот раз, я, насколько понимаю, она в любом случае станет президентом. В любом случае. То есть, если не в 24-м, то в 28-м, через 4 года. Да, потому что здесь куча показателей, что она как бы нужна этому миру. Она вот... Вот подобные люди, которые приходят по страшному суду, они вот приходят вопреки всем законам, вопреки того, что происходит. И, ну, она другая. Она вообще другая. Это двадцатка, да. Человек, который знает больше, несёт информации больше, чем говорит. И, ну, извините меня, конечно, я понимаю, в политической программе говорить подобными терминами. Но я, в принципе, не о политической программе. В том, что перед нами жрица, да, когда человек, несущий истинные знания. Ну, вот такое нам говорят. Людмила Степанда, да, вот необходимо уточнить, раз мы уже так остановились на этом вопросе и на личности Ники Хейли. Значит, она, урождённая Немрата Рандхава, родилась в Бомберге, штат Южная Каролина, в Сикхской семье. Её родители Аджит Синг Рандхава и Радж Каур Рандхава эмигрировали из индийского округа Амритцар, штат Пенджаб. У неё есть также два брата. Ну, то есть я вам говорю о ведизме, а вы мне говорите, что она ещё индийка именно по народности, по национальности. Поэтому я прям сама для себя сделаю, вот, кто она. А ещё как её зовут? Потому что я первый раз о ней слышу. Ники Хейли. Имя при рождении Немрата Рандхава. Спасибо. Посмотрю. Интересно. Ну, я думаю, что там рассматривать карты по Трампу и Байдену мы не будем уже, да. Людмила Степановна, скажите, а угрожают ли миру какие-то пандемии в 2024 году? С пандемиями не смотрела. Угрожает ли миру? Какие-то природы, там плюс ещё про природные катастрофы поговорим. По пандемиям у нас будет какая-то вспышка, но это не пандемия. Это не то, что мы видели с коронавирусом. Вспышка может даже, здесь тема возвращения стоит, то есть может какая-то старая корона, по-новому, да, вот как-то прошла интеграция вот этого вируса, и он возвращается. Но он у нас идёт по пятёрке кубков. Извините вот за такие подробности. Это может быть вирус, который несёт за собой всевозможные кишечные инфекции, то есть всё, что связано, что вода выходит с организмом, да, через потерю. То есть это вот эти поносы и так далее, и там подобные. Вот это ротовирус, который мы любим называть, вот как-то по-новому. Но это опять же, это не пандемия. С этим справиться, но она, ну вот подобный возврат будет. А по поводу природных там каких-то катастроф, катаклизмов? Природные я смотрела. Здесь, кроме того, что я не буду за вот эти природные, что мы видим в Америке, да, когда идут вот эти ураганы, должно произойти какое-то огромное землетрясение с огромной потерей жизни. Я так думаю, что-то похожее, как в Турции, даже, возможно, ещё мощнее, потому что как-то показывают огромную силу разрушения. Здесь хорошая новость, что он не так долго будет происходить. То есть, если это будет, то это не так долго, как в Турции. Помните, там трусило очень долго. А здесь всё-таки как вспышка. Оно чуть наделало своих делов, но не так долго, да. Поэтому люди ещё смогут уцелеть. Но будет вот какая-то история. В 2024 году в Германии состоится чемпионат Европы по футболу. Во Франции, в Париже пройдёт летняя Олимпиада. Насколько вот мирно и спокойно пройдут вот эти мероприятия? И насколько успешными для Украины будут Олимпийские игры? О чемпионате Европы по футболу тогда позже поговорим. Ну, успешные для Украины. Здесь однозначно мы там будем успешными вообще в Олимпийских играх. Если мы берём, я думаю, что там будет что-то на уровне того, что может где-то там выведут, что заминировано. Но, в принципе, нормально. То есть, там каких-то потрясений таких, я думаю, что там не будет, если мы берём именно Олимпийские игры. Сборная Украины по футболу сыграет на чемпионате Европы 2024 года. В марте команда Сергея Реброва должна сыграть матч с Боснией-Герцеговиной на выезде. И в случае победы над Боснией-Герцеговиной встретиться с победителем пары Исландии-Израиль. Ну, сыграть мы там сыграем, но я не думаю, что прямо мы там победим. Хочу ошибаться. Сборными Европы мы не станем. Людмила Степановна, и в завершении нашего с вами разговора, ну, понятное дело, мы уже с вами об этом сказали, в 2024 году война, увы, не закончится. А когда откроют границы? Когда будет, ну, и появится возможность там свободно перемещаться? Там гражданские самолёты начнут летать вот над украинским небом, над украинской территорией, в украинском небе, да. Ну, скажу только единственную новость, что если начнёт что-то быть, будут, мы планируем, что откроют три аэропорта, на самом деле, в конце концов, откроют один. И где-то отдалённо, это как гражданские. Это лучше, наверное, да. Вот как один, да, который будет функционировать, хотя планируется на сегодня три. И всё-таки нам показывают, оставят, потому что опасность большая. А если взять конкретно по выездам, тоже смотрела, и я не могу сказать, что в 24-м откроют границы для всех вот то, что было до войны, потому что информация того, что даже не сразу откроют после войны, её давным-давно давали. Даже если, условно, да, у нас сегодня заканчивается война, то где-то только через полгода как-то начнёт всё это работать. Не знаю, с чем это связано, как мне крутило, я не могу понять, ни одну, ни ответ не могу получить. Ну, если конкретно, например, взять аэропорт Борисполь, вот когда снова там забьёт жизнь ключом. 24-е. И даже если это будет, это будет что-то одиночное, да, он не будет работать, 24-й. 25-й нам показывают, как работающий, 28-й вообще он в системе работающий, ой, 26-й в системе работающий, но не 24-й. Хорошо. Людмила Степановна, огромное вам спасибо за этот разговор и, возможно, у вас есть пожелания для наших зрителей и слушателей. Всё-таки как ни крути Новый год. Спасибо за приглашение. У меня одно пожелание, которое для всей Украины, оно максимально актуально, чтобы над нашей Украиной было мирное небо, чтобы как можно быстрее закончился вот этот ад и вообще о том, чтобы мирная простая жизнь вернулась на землю Украины. Спасибо вам. Людмила Хомутовская, известный торолог, был сегодня вместе с нами на Политако. Я также благодарю всех наших зрителей, слушателей и подписчиков за внимание. Берегите себя и с Новым годом. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова